Всем привет! Прошло некоторое время после того, как у меня умерли мои друзья, мои котёнки, кошечки, которых я очень сильно любила. И уже немного легче мне даже об этом разговаривать, хотя до сих пор я каждый день о них вспоминаю. Каждый день я вспоминаю то, как они играли, с какими они были, какой характер у них был. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мне удалось немножечко пережить эту утрату. Возможно, кто-то посмотрит, и это поможет и им, и вам пережить утрату. И советы, которые я скажу, возможно, вам помогут. Хотя кошки или собаки, это не люди. И, возможно, кто-то подумает, что плакать, грустить, а животных это бессмысленно, это неправильно. Я не знаю, там, возможно, будут такие люди, которые будут считать, что это вообще не удел, это же не человек умер, это же не родственник. Это просто, там, кошка, собака или даже хомяк, попугай, не знаю. Но я очень сильно люблю животных. С самого детства, как себя помню, я всегда приводила домой тех кошек, которые я видела на улице, я всегда приводила домой. Я даже помню такой случай, когда я принесла в один вечер пять котенков или четыре, что-то такое. Мама пришла с работы и говорит, что Оля, один котенок вообще домашний, кажется, смотри, у него ошейничек есть. Это значит, что кот домашний. А для меня это было всегда так. Если он на улице, значит, он бездомный. Надо его нести домой и ухаживать, и покормить, погладить. Вот поэтому, когда две недели назад случилось такое несчастье, меня это очень сильно подгостило, потому что я, конечно, за свою жизнь уже очень многих друзей своих потеряла. Всех котеночек, собачек, которые умерли или от старости, или трагической смертью, я всех их помню. И по некоторым я даже сегодня еще скучаю. Но это совсем недавно случилось, поэтому для меня это еще очень болезненно. И когда я заходила домой или выходила в кухню, где они жили, я чувствовала пустоту, жуткую тишину. Я не слышала своих маленьких, своих любимых. Они всегда были со мной. Свен, он всегда ходил за мной. Когда я возвращалась домой, он встречал меня на улице возле ворот. Когда я уходила, он провожал. Когда я заходила в дом, все три котенка выбегали, чтобы меня встретить и посмотреть, что же я им купила. Поэтому мне очень было больно и очень трудно эти несколько дней без котенка. Я вам хочу рассказать, какие они были прекрасны. Например, Шанитка, девочка наша, это самый ласковый котенок, который у нас был. Она такая ласковая, такая нежная. Она очень любила ласку. Она приходила. Она вот сюда вот так вылазила, вытиралась. Хотела, чтобы мы ее гладили. Любимчик наш, это невероятный котенок был. Он постоянно вот так лапками делал. Мы, чтобы успокоить его, потому что он даже воздух вот так мял, то мы массажировали ему лапки. Он лежал, он никогда не царапался, не кусался. Он был такой прекрасный, дружелюбный Кнопик. Он был самый тихий котеночек. Ему, наверное, в жизни ничего не надо было, лишь бы его покормили, не забыли погладить. Он такой был. Сванчик. Сван, мне еще немного трудно говорить, потому что я о нем сняла видео, и по сути все, что я знаю о нем, да, и то, как он себя со мной чувствовал, и что он делал, я в видео все высказала. Он всегда был возле меня. Он прибегал на кровать, он ложился, он свои лапки сувал мне в руку, потому что он очень любил, чтобы лапки держали. Когда он ко мне подходил, он так мордочку свою вытягивал, чтобы я вот так погладила его. Я чувствовала очень сильную пустоту. И я себе говорила, я больше не хочу чувствовать этой боли, я больше не буду заводить котов, не хочу. Сколько можно, нужно себя жалеть, пожалеть и больше не испытывать этой утраты, этой боли. Ну, вы знаете, где-то два или троих дня я ходила в таком пустом доме. Мне так не хватало, что я поняла. Я созрела для того, чтобы дарить любовь другим своим животным, которые у меня могут быть. И это не предательство. Я это там, не знаю, как бы это кто назвал. Это то, что может мне помочь. Это то, что может вылечить хотя бы чуть-чуть моё сердце. И унять хотя бы на чуть-чуть мою боль. И поэтому я завела котёнка. Познакомьтесь, его зовут Симба. Это мальчик. Он очень сильно любит играться. Он очень смелый. Но мы не могли одного завести. И забрали к себе его сестрёнку. Это Кира. Это Симба. Симба смелый. Он всюду сует свой носик. Он хочет всё знать. Всё увидеть. Он очень дружеский. Он любит целоваться. И играться. И ещё мнявкать. Он очень классный пацан. Мы его очень сильно полюбили. А Кира? Ну, Кира как девочка. Она очень спокойная. Но со своим братом играет во все его игры. Кира очень напоминает мне Свена. Но я не заменила Киру Свену. Она другая. Она совсем другая. У неё другой характер. И я их очень сильно люблю. Они помогли мне вылечить мою рану. Мою боль. Они не заменили мне моих друзей. Они стали новыми членами нашей семьи. Они стали нашими новыми друзьями. Все наши котёночки и Свенчик, они дальше останутся в нашем сердце, в нашей памяти. Я каждый день вспоминаю о них. Я очень скучаю. Мне не хватает. Они другие. Но у нас теперь новые члены. Это Кира и Симба. Возможно, их я буду чаще вылаживать в видео, потому что они очень интересны. Я вам покажу одно видео, которое я сняла. Я им сделала домик из коробки и старой маечки. Я им сделала домик и дала им, чтобы они полежали. И я сняла об этом видео. Посмотрите, пожалуйста. И я больше буду показывать их, потому что они очень интересненькие. Они такие классненькие. Очень их люблю. Симба, скажи. Па-па-па-па. Бежит. Спасибо, что выслушали. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы потеряли своего питомца, своего друга, возможно, чтобы излечиться, зайдите себе нового. Не обязательно породистого. Можно просто из улицы подобрать и дать дом кому-то другому. И в вашем сердце и памяти останутся ваши друзья, ваши питомцы. И у вас будут новые, которые помогут вам своей харизмой, своей веселостью, своими играми. Они смогут излечить вас. Они помогут с болью. Я почувствовала. Мне очень хорошо, когда они есть дома. Они такие интересные. Столько они нам уже наделали за это время, что они у нас. Но то, как они играют, они им не помогают. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Па-па-па-па. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова